Привет всем, с вами Анна Пашкевич, это канал про цветок, на котором я рассказываю об овощах с научной точки зрения и с любовью. Поехали! Из этого видео вы узнаете о питательном растворе, который помогает семенам перца дружно прорастать. И также из этого видео вы узнаете о оптимальных сроках высева перца в своих условиях. Я знаю многих огородников, которые уже с января начинают перебирать свои семена, отбирать те сорта и гибриды, которые они хотели бы вырастить в будущем сезоне и готовиться к посевной кампании. И как же обидно, когда много усилий и ожиданий направлено в сторону получения хороших всходов, а они не случаются. Что же предпринять? Первое и самое важное, это обратить внимание на качество посевного материала. Одно дело, когда мы самостоятельно собираем семена перца в своей теплице, отбирая самые сочные, самые качественные плоды, отбирая самые крупные сформированные семена. Но представьте производственные масштабы заготовки семян перцев, когда конвейер начинается от момента сбора плодов до запаковывания семян в пакеты. И тогда, как говорится, как повезет. И чтобы не было разочарования, чтобы исключить высев некондиционных семян, необходимо их предварительно проверить, продезинфицировать и, конечно же, дополнительно обеспечить элементами питания. Поэтому приготовьтесь записывать питательный рецепт. Если вы сомневаетесь в чистоте семян, то не лишним будет их предварительно продезинфицировать. Делаем это не более чем на протяжении двух часов. Из расчета 3 столовые ложки перекиси водорода, которую мы можем найти в любой аптеке, на 1 литр воды. Чтобы в одном растворе замачивать сразу несколько сортов и гибридов, и чтобы они не перепутались, Если для вас это принципиально важно, можно предварительно семена из пакетика высыпать, например, в марлю, сделать небольшой кулек и таким образом опустить все отобранные вами семена в кульках в этот раствор дезинфицирующего вещества. После того, как мы промыли семена перца, они готовы к получению питательных компонентов. Первоначально нам необходимо приготовить концентрированный раствор, который затем мы будем разводить и можем использовать для замачивания не только семян перца, но и любых других семян овощных культур, которые будем высевать в будущем сезоне. Для того, чтобы приготовить концентрированный раствор, нам понадобятся хилатированные формы некоторых элементов. Первый и важный элемент, который поглощается нашими растениями в максимальном количестве, это железо. Железо участвует в процессах фотосинтеза и также в процессах построения клеток. Иными словами, без железа не происходит никакого растительного процесса. Поэтому берем 5 грамм хилатированного железа, железо в хилатной форме. А если, к сожалению, у вас нет возможности найти именно железо в виде хилата, то можно воспользоваться железным купоросом. Но тогда необходимо снизить дозировку в 2 раза. Иными словами, взять 2,5 грамма железного купороса. Второй элемент, который мы будем также добавлять в дозировке 5 грамм, это марганец. Марганец как раз-таки тот элемент, который регулирует поступление других элементов в растительные организмы. Если у вас нет возможности найти марганец в хилатной форме, то тогда можно заменить его на марганец серно-кислый, но снизить дозировку в 3 раза. Иными словами, добавить не 5 грамм, а добавить 1,5 или 1,7 граммов. Третий элемент, который будет входить в состав нашей питательной смеси, это цинк. Цинк это тот элемент, который повышает засуха и жароустойчивость наших растений. Поэтому, когда мы забудем полить нашу рассаду вовремя, то достаточная концентрация цинка в клеточном соке будет способствовать тому, что наша рассада будет устойчива. Если нет возможности использовать хилатный цинк, то тогда можно заменить его, например, на цинковый купорос, но снова снижаем концентрацию в 2 раза и добавляем 2,5 грамма. Четвертый элемент, который мы добавляем в наш раствор в дозировке 3 грамма, будет повышать устойчивость растений к грибковым и бактериальным заболеваниям. Этот элемент медь, поэтому или 3 грамма хилатной меди, или 1,5 грамма медного купороса. Также не забываем добавить пятый элемент, который не относится к металлам, это бор. Также его будем добавлять 3 грамма, или бор, или бор в составе борной кислоты, но по-прежнему добавляем 3 грамма порошка. Для того, чтобы семена формировали надежный и здоровый корешок, а затем это все переходило в достаточно хорошо развивающуюся корневую систему, не забываем добавлять 2 грамма молибдена. Если нет возможности использовать хилатный молибден, то тогда используем аммоний молибденово-кислый, но снижаем концентрацию в 4 раза и добавляем всего лишь 0,5 грамма данного соединения. И последний элемент, который мы будем добавлять в наш питательный раствор, это кобальт. Кобальт мы также добавляем в количестве 2 грамма, как и предыдущий молибден, и помним, что кобальт это тот компонент, который участвует в растяжении клеточных стенок и таким образом активно способствует нарастанию как вегетативной, то есть верхней массы, так и корневой системы. Если нет возможности использовать хилатный кобальт, то тогда, например, можно найти хлорид кобальта, это таблетки из расчета полтаблетки на приготовление питательного раствора, или использовать кобальт сернокислый и снижать дозировку в 2 раза и таким образом добавлять 1 грамм кобальта сернокислого. После того, как мы отыскали все необходимые компоненты, соединили их вместе, для растворения будем использовать пол-литра воды. Это будет являться нашим концентрированным раствором. Впоследствии для того, чтобы приготовить рабочий раствор, в котором мы сможем абсолютно спокойно опускать на 6-10 часов наш будущий урожай в виде семян, мы будем этот раствор уменьшать в концентрации в половину, то есть разводить в 2 раза таким же количеством воды. Имейте в виду, что приготовленный концентрированный раствор можно хранить в холодильнике на протяжении 4 месяцев. Иными словами, до весны, до наступления полноценного посевного сезона нам его вполне хватит. Как и обещала, в этом видео озвучиваю оптимальные сроки высева семян на рассаду. Первое, от чего будет зависеть время высева семян на рассаду, это то, когда вы выходите в теплицу или в открытый грунт. От этого времени отсчитываем 60-70 дней и как раз вот на этот период можно планировать высев семян на рассаду. Вторая особенность, которая также будет определять правильный высев семян перса на рассаду, это те сроки созревания, которые написаны на пакете. Если у нас семена сорта заявлены как более поздние, например, поздние-среднепоздние, то тогда, конечно же, даем задел этим семенам и высеваем их в феврале месяца. Если же это сорта среднеранние или ранние, то не раньше начала марта. Третья особенность, это именно биологические особенности конкретного сорта или гибрида. Например, более толстостенные крупные сорта сходят значительно дольше, чем тонкостенные сорта. Если мы будем высевать толстостенный крупный перец, то он может сходить от 2 до 3 недель против тонкостенного, который в среднем сходит за 7-10 дней. Эту особенность также необходимо учитывать. Заканчивая это видео, я хотела бы вам дать маленькую рекомендацию высевать перец не сразу, а в несколько сроков. Таким образом, мы будем разгружать себя в заботе о рассаде, о растениях и в получении урожая. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»